есть что-нибудь что путину в россии делать не разрешено кем ну вот не кем а что в принципе он вот не может делать есть что-то такое какие какую какие какую силу вы представляете какую вот он утром утром он просыпается у него есть какие-то ограничения и чё в голову сбредет то он и может делать давайте я вам задам вопрос кого представляете вы вот этот реал центр это кто такой это мы кто это я частное лицо финансирует никто то есть это почему не написано иван иванов павлов иван павлов иван то есть вы сами финансирует себя сами понятно у путина есть конечно достаточно ограничений такие например что ему нельзя что ему нельзя да по большому счету ему все его можно но не все полезно ограничение картинка paul все нам возможно но не все полезно все-таки можно все нет ограничений не ну как он гарант конституции как принято говорить начинает все в рамках конституции можно делать сюда за рамками можно ему конституции делать не знаю Но это вопрос не такой прям спонтанно, чтобы я ответил. Да нет, наверное. В принципе, меня особо никак не касается его. Все, можно ему, что ли? Ну что, значит, можно, имеется в виду? Конкретно в чем? Вообще во всем. Вот он просыпается утром, и он думает, вот чем мне такое нельзя? Вот оно есть что-то? Да даже не знаю. Ну, наше мнение, оно маленькое. Мы маленькие люди в этом мире. Поэтому от нашего мнения вряд ли что-то изменится. Можно ему что-то или нельзя. Я думаю, это все политика. Я просто сравню с другими странами. Если сравнивать с другими странами, той же Украины, которую как бы пример привели. Вот, например, Биллу Клинтону баб трахать нельзя в Белом доме. Ну, и в принципе, если даже Владимир Владимирович будет трахать кого-то в Кремле, я даже мне как бы по барабану побольше. Можно, можно, да? То есть это можно. Я даже не забуду. Потому что секс – это положительные эмоции дает, как правило. Если наш президент будет с положительными эмоциями, мне кажется, это будет хорошо сказываться и на населении нашей страны. Ну, у всех это есть. Что? Ну, нам не знать, где мы и где Путин. Ну, вот он же лицо официальное. Он не просто там какой-то человек. То есть что ему, по-вашему, не позволено здесь делать? Или ему все позволено? Не позволено то, что не одобрит народ. А народ непредсказуем. Кто-то может ему что-то запретить? Запретить? Да я не думаю, что вообще каким-то властным структурам кто-то может что-то... Можно, конечно, как-то можно бороться, но все, если это встанет кому-то поперек дороги, это все, естественно, замнут, прикроет, распылят, как, да, там, у Оруэлла, да? По сути, он все может делать? Что ему в голову сбредет? Да нет, он не будет. Он умный человек. Я не думаю, что он какие-то такие очень глупые вещи будет делать. Он как-то все так вот что-то сделает. Крайне мере, если он что-то глупое сделает, мы об этом просто не узнаем. Поэтому, ну, если что-то сделает, а на следующий день какой-нибудь, я не знаю, новостной блог какой-нибудь праздник там устроит. Посмеются на Ютьюбе, как над Медведевым и так далее. Скажите, есть что-то, что Путину в России делать не позволено? Ну, я точно не знаю. Наверняка у него есть какие-то обязательства, которые он не может нарушать. А какие, например, вот что ему нельзя? Честно говоря, я никогда не думал об этом, но наверняка у него есть договоренности с... С кем? С правительством, с бизнес-элитой. А, то есть, вот они решают, что ему делать, а что нет, да? Ну, как бы, если что-то он не может делать, то потому что они будут против, так? Я думаю, что он сам выбирает, какие договоренности ему заключать и, соответственно, соблюдать. Ну, очевидно, у него есть международные договоренности тоже с международными партнерами. Не, ну мы только в России имеем в виду. Понятно, что в мире-то ему далеко не все может делать. Ну, вот так вот. Я просто точно не могу ответить на этот вопрос, потому что я его не изучал и не хочу фантазировать на эту тему. Знаете, я хочу сказать, что такого президента, как наш Владимир Владимирович, это редкость, понимаете? Ну, вот. Он ведет правильную политику, ну, вот. Возвращает своих всех, говорит, что всех, ну, такой же умеет, как у меня. Какие-то ограничения у него есть, что он не может делать? Ну, а какие у него ограничения? Нет, он президент, он восполняет свой закон. Как, вот, допустим, и Лукашенко, вся Белоруссия, и так же, как и все, понимаете? То есть можно все? Можно все ему делать? Ну, а что? Он, как говорится, он как у нас руководящий человек. А что, в каком плане все? Ну, вот, например, в Америке президент как-то может себя повести неправильно, и он сразу вышвырнул к чертовой матери оттуда, и все. А у нас вот, может он как-то неправильно себя повести? Мое мнение, что нет, он не может. Он все-таки, как говорится, солидный человек, как говорится. Нет. Без понятия, не слежу за политикой. Не, ну, он же человек, вот. Что человеку не разрешено делать? Не знаю, бизнес свой открывать. Депутатам, как минимум. Так, наверное, все. Все можно, остальное, да? Ну, я думаю, да. Черт, такой сложный вопрос. Но, наверное, то, что ограничено Конституцией, я думаю, то ему не разрешено. А, то есть он должен соблюдать ее, да? Соблюдает? Думаю, да. А что он на митинги запрещает ходить людям? Им разрешено по Конституции ходить? Тоже интересный вопрос. Все-таки с Конституцией отпадает, отпадает. Я думаю, что митинги не только он запрещает, там же есть Дума, Совет Федерации, там все прочее. Это же не лично его, там же они все вместе. Он не виноват? Есть, конечно, тоже его вина, но все это... Почему он вот не пресекает нарушение этой Конституции? Что он? Президент, гарант, а Дума там что-то свои какие-то дела запретила. Ну, разогнать ее нафиг тогда, если это она. Да вы говорите, как думаете, не надо. Ну, я просто пытаюсь сформулировать, мысль свою. Мысль свою сформулировать. И я скажу так, что говоришь, что прям есть такое прям нарушение, которое там вот все... Мне кажется, все очень субъективно. Любую статью Конституции можно трактовать как угодно. И нацию всех трактуют как угодно. И где угодно. И, в принципе, можно сделать... Чего угодно, когда правительству как это удобно. Больше вот мое мнение. Крым. Чего Крым? Ну, я считаю, что экспансия Крыма это непозволенная вещь. Он забрал. Ну, так кто сказал, что это позволено? Ну, он сделал, ему за это ничего не было. То есть позволено. Или еще впереди возмездие? Не знаю. Нет, не знаю. История нас разрешит в этот вопрос. Ну, вот есть что-то, что он вот утром проснулся и нельзя ему делать. Вот он подумал, а вот это вот не могу, но хочу. Ну, если он знает, что это не могу, то он, наверное, не сделает. Нет, потому что он хочет, но не может. Вот есть такое? Так если он не может, значит, это он не делает. А вам что не позволено? Мне не позволено? Ну, не знаю. Мне, наверное, не позволено говорить, что другой человек хуже меня. Скажите, как вы считаете, есть что-то, что Путину в России не разрешено делать? Нет. Все можно? Практически, да. Вот на Украине провели соцопрос. Готовы ли они участвовать в протестах против власти? 40% у них готовы. Вот вы здесь готовы участвовать в протестах против власти? Да нет, я не думаю. Мне без разницы как-то. Почему вам без разницы? Не знаю. Не знаю. Не для меня это, мне кажется. Своими делами. И не для меня. Илья не интересует властью. Не готов. Конституционным путем. Как это? Без провокации либеральной оппозиции. А конкретно? Значит, Майдан на Украине. Это была американская спецоперация. То есть подобные протесты мне не нравятся. Ну вообще, в принципе, вы вот готовы здесь против власти выступать? Участвовать в каких-то протестах против нее? Или вы полностью с ней согласны? И вам это совершенно ни к чему? У меня есть некоторые проблемные моменты. Которые нужно решать законным путем. То есть любые подсеркательства к насильственным действиям есть провокации пятой колонны, финансируемой Госдевом США. Нет, не готов. Почему? Потому что опасаюсь сесть в тюрьму. Нет, конечно. Нет, мы мирные жители. Почему? Даже не за этого. Потому что мы не питерские. А вы вообще против этой власти или за? Именно конкретно в Питере или вообще в России? В России. Да нет, даже за, если честно. Нет, не готов. Почему? Ну, меня все устраивает. Прямо все, да? Да. Против какой власти? Против нашей, Путина, правительства. А зачем? Зачем? Вдруг вы недовольны ими? Нет, я не интересуюсь политикой. Вы довольны? Вот готовы, не готовы и все равно? Все равно. А почему вам все равно? Мне, наверное, не все равно, но... Не знаю, я недовольна, но, скажу честно, я боюсь участвовать. Нет. Почему? Потому что не имеем отношения к политике вообще. Мы не против власти у нас здесь? Нет. За нее, да? Не за нее. Просто... Все равно? Все равно. Ну, я тоже человек аполитичный. Мне, как бы, не нравятся вообще любые какие-то демонстрации. Ну, просто какие-то мероприятия, где толпа, и поэтому я... Ну, вообще, конечно, я недоволен властью, но именно таким путем бороться, я думаю, что всякие революции, путчи, они все равно ни к чему не приводят. То есть, как бы, меняется власть, как бы, но все равно остается какая-то там верхушка, элита, да? В руках которых сосредоточены деньги, да? И самая лучшая революция, это какая-то, я не знаю, духовная революция, действительно, какая-то... Вот мы, как бы... Духовно нужно менять людей, а не физически их как-то переправлять под свой лад. Да, и поэтому мы, вот, допустим, молодые представители театра, да, мы лучше вот таким образом будем бороться, да, искусством, чем каким-то там кровопролитием или еще чем. Да никогда, я уверен, что надо как-то мирным путем все это решать, чтобы, как-то, не произошли, как говорится, потому что все мы люди, как говорится, один раз живем на этой планете, и что нам воевать-то? Надо, наоборот, смириться, как говорится, и привести свои чувства, свое отношение к людям в совсем благие намерения. И тогда мы будем мирно жить. Нам не нужны войны. Войны и так, у нас народ гибнет, не помимо войн, еще гибнет, сами знаете, и в транспорте, и в самолетах, и, как говорится, на земле, и на небе, как говорится. Ну вот, поэтому лучше, как говорится, самое лучшее мнение мое, это мирно смириться и мирно жить всем народам. Нет, я не буду здесь участвовать. Зачем? Почему? Вы согласны со всем? Нет, я много с чем не согласен, но, скажем так, на данный момент я не вижу других каких-либо путей, которые могли бы на наш народ как-то воздействовать по-другому, честно скажу. А какой путь есть? Терпеть еще? Да здесь всегда все так будет, и всегда все будут так терпеть. И никогда ничего не будет по-другому. Вот и все. Все, спасибо. И не только хуже. Вот и все.